доброе утречко всем кстати уже не так и рано у нас уже пол восьмого сегодня почему-то мне так захотелось подняться на свою крышу и выпить чай на крыше утром вы знаете этого удовольствия я лишена каждый день потому что обычно я встаю и я бегу на кухню пока мой муж сейчас еще не приехал из деле и меня появилось время вот эти несколько дней пока его не было спокойно пить чай как я хочу как где я хочу можно сказать да вот хотя вы знаете я не пила ни одного дня на крыше я только сегодня вспомнила что я же все-таки одна и у меня есть время подняться на крышу и выпить чай так как я его хочу выпить вернее спокойном таком знаете состоянии и посмотреть вот эту красоту утром потому что я вышла за дверь как обычно я встаю утром открываю двери я вижу что солнце у нас со вчерашнего дня как-то утро такое не солнечное спокойное и можно действительно вверх выйти то есть позволяет даже вот есть такой ветерок в общем погода сегодня прекрасная чудесная птички поют с утра я даже вот сейчас наверно закончилась уже вот эта музыка я слышала с той стороны там где-то слева есть есть даже до сих пор обычно в мандыре идет в храме служба и вот с утра бывает такая музыка идет оттуда но сейчас наверно я не знаю вам слышно или нет я слышу вот с той стороны где я снимаю я слышу но здесь как-то вот плохо слышно не знаю вам будет слышно на камеру или нет вот он мой чай я пью масса лати кстати вот и хотела еще сказать о масса лати прекрасный такой чай я всегда отказывалась почему-то от масса лати я не хотела его пить я думала что он какой-то вот перченый будет или что-то оказалось потом я посмотрела состав оказалось что там вот есть гвоздика есть всякие вот такие вот приправки пахучие просто то есть ничего там такого горького нет просто дает такой привкус как бы флевор дает привкус флевор и очень не очень такой приятный чай даже совсем совсем не противный как я ожидала и я не хотела именно его никогда покупать из-за этого слышно слышно музыка слышно я не знаю как вам слышно мне слышно ветер у нас сегодня очень приятная такая погода с утра солнца нет видите людей как бы нет до сих пор на улице пусто хотя индейцы они встают рано я не могу сказать что они встают поздно но я смотрю там уже прислала пришел мальчик который гладит пришел туда уже на свою работу с этой стороны зайду сверху кстати виднее конечно намного как идет стройка некоторые люди я смотрю стали занимаются своими делами цветочки поливают вот этого настройка вот там я смотрю женщина соседка поливает цветы сегодня я не буду поливать я поливаю раз в два дня я считаю что этого достаточно заливать цветы тоже нехорошо вот едет человек на дороге куда-то по своим делам может быть магазин может быть на работу но очень мало как-то людей я не знаю почему людей очень малость прям с утра ну вот это вот наша земля которая уже зарастает мухом потому что я давно уже не чистила последнее время очистила надевали кстати вот смотрю соседи открыли окна чтобы как бы заходил свежий воздух здесь это так принято особенно в жару встаешь утром открываешь все окна чтобы зашла какая-то вот прохлада потому что это единственное время суток когда можно поймать можно сказать вот эту прохладу за хвост да потом уже целый день будет такая жара это будет адское пекло поэтому уже никто не захочет открывать окна наоборот так 12 часам я уже своей помощнице говорю давай быстрей быстрей что там ты делаешь будем закрывать двери потому что уже невозможно невозможно просто открывать я я даже вы знаете вчера я открыла вечером двери наверное это было уже пять часов представьте но была такая жара что я вот прям начала усиленно потеть и прямо мне аж дурно стало и я закрыла опять дверь то есть раньше 6 часов вечера даже и дверь не откроешь вот вот такая сейчас жара хотя показывает 38 градусов но мне кажется уже все 40 вы знаете уже все 40 это сто процентов потому что жара такая что но чувствуется это другая жара знаете вот 30 градусная жара 30 32 градусная из 40 это уже это совершенно разные вещи вот когда 40 тогда уже такое ощущение что тебя мордой в печку вот вот открываешь дверь и тебя вот так вот жаром прямо обливает собачки лает с утра очень спокойно сегодня я просто получила удовольствие по максимуму я честно забыла что такое подняться на крышу и выпить так спокойно чай ну вот то что вы видите беспорядок сзади это строятся дома это строятся дома вот там уже построилась вот эта хибарка где они будут все хранить я смотрю не один даже дом будет строиться на на два или три я смотрю там кстати хорошая очень земля надо мне пойти набрать туда земли потому что также земли не наберешь а именно только когда вот строятся дома землю же выгребают прямо изнутри очень и очень глубоко поэтому там хорошая чистая земля без камней без всякого мусора я набираю и ставлю у нас клинике чтобы потом пользоваться для цветов но я конечно ее смешиваю потому что земля она сама по себе не очень хорошая липкая она вот она здесь более такая желтая более такая глинистая поэтому ее все равно надо смешивать иначе она потом как камень становится и цветам как корням вернее цветов нечем дышать поэтому я ее по-любому смешиваю я ее делаю мягкой рассыпчатой кстати у меня сегодня тоже есть работа у меня остался еще один мой новый цветочек новый житель новый гость в нашем доме но он не гость он уже полноценный житель я ему просто еще домика пока не дала сейчас вот пойду посажу его вот эту заднюю часть я почти никогда не не вижу потому что я редко очень поднимаюсь на крышу какое-то счастье люди спокойно выпить чай с утра вот так подняться и послушать пение птиц если вы слышите сейчас вот они буквально орут можно сказать эти птицы они орут вот это вот дерево которое большое это это дерево манго нет 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 я ошиблась это не дерево манго это какое-то другое дерево дерево манго они уже обрезали оно было рядом но они его обрезали ну и знаете почему они его обрезали потому что обезьяны они же жизни не дают они приходят сидят на этом дереве жрут манго и все нам тут ломают прыгают и в общем бедным людям пришлось пришлось обрезать вернее апелить это дерево чтобы его здесь не было это причина по которой я не могу здесь ничего садить то есть изначально на вот этом вот на вот этой нашей земле пока она пустует мы думали может плод плодовые какие-то деревья посадить может что-то видите земля большая в принципе можно было бы здесь и огород посадить было об этом свои какие-то овощи фрукты но но это нереально понимаете это просто нереально это не потому что я там какая-то ленивая и я не хочу но это просто нереально они жизни не дают не дадут они будут сидеть здесь целыми днями у меня на крыше и будут в общем мне тут все прыгать ломать в общем это ужас поэтому я не решаю здесь ничего посадить я вообще считаю что из-за обезьян именно вот эти плодовые деревья во дворах домов их садить даже наоборот нельзя потому что это привлекает обезьян и они очень много делаю нам разрушений я сейчас вам покажу дерево манго вот с этой стороны у нас есть дерево манго это вот это вот вот это все это и есть дерево манго вот это потом вы там дальше вот то что вы видите дальше это вообще это вообще сад у них там большой то есть у них дом и земля и у них там очень большой сад ну тоже приходят обезьяны кокосов кстати у них очень много у них свои кокосы получается не надо покупать вот эту вот эти зеленые кокосы кокосовая водичка у нас у них бесплатно кстати вот покажу сейчас внизу здесь папайя вот здесь у соседей смотрите ведь даже видно вот видеть водовые деревья они они кстати папайя настолько быстро растет и и вот обрежешь и она моментально вырастает буквально за месяц полтора-два то есть она очень быстро растет какая красота людей конечно зелень такая вообще зелень так немножко сдалека вам показываю виды какие у нас здесь но вот это все что вы видите потом скажете наверно и грязно так дом какой-то черный вот это все что вы видите черное на доме на лед вот этот он появляется во время сезона дождей и от этого никуда не уйдешь хоть ты каждый год делай красть дом вот новой краской все равно она появится за сезон вы понимаете и это везде это везде это вот сейчас нету только на моем доме вот этот видите соседний дом тоже там все черное видите есть там это только вот новые новые дома которые еще вот только покрашены допустим вот у меня нету ведь у меня все чистенько здесь ну так у меня же только в этом году была покрашена это это ой но я сегодня конечно счастлива безмерно послушала пение птичек я хотела у себя во дворе попить чай а потом подумала чуж я буду во дворе если у меня есть я буду во дворе если у меня есть собственная крыша собственная крыша и я никогда сюда не поднимаюсь прекрасное утро ну это вот эта ферма которую закрыли видите такая черепичная крыша тоже все заваливается конечно уже я смотрю кормушки эти пары поросли мхом уже растениями все заросло травой видите не знаю такая земля шикарная конечно большая здесь дворец можно было бы построить но я не знаю если кто-то купит или они кому-то продадут потому что фермы здесь все равно не будет если они надеются сюда вернуться то это нереально фермы им никто не даст здесь открыть потому что здесь уже живут люди раньше это была деревня здесь было пусто поэтому это все как бы допускалась а теперь это как считается город и конечно здесь им уже ферму никто не дают не дадут открыть вернее но я вот чувствую что солнышко конечно уже потихоньку поднимается начинает потихоньку припекать очень надо уходить отсюда ванная получила конечно 10 минут удовольствия просто огромного шикарного удовольствия какая птица красивая полетела позже этого же ничего не видишь когда живешь внизу это только надо подняться на крышу очень красивые птицы здесь бывают в общем все пошла и вниз хотя сегодня не спешу ну просто уже жарко надо уходить все пока пока